А Карлик Вор Иллюминат, Донкозор, это там, я не знаю вообще, ну, Донкозор и Донкозор, да, там, Малфой Паразит остался, и вот все-все-все вот эти вот, знаете ли, не видел еще ни разу, чтобы с сам ПРП кого-то увольняли, в самом деле, возможно, просто я не слышал, во-вторых, ну, в самом деле, то есть даже с тем же Бароном, когда он сказал, что вот, там, моя девушка остается снимать, ой, там, стримить, снимать, все вот прочее вот это вот, и все, взаимоотношения у ютуберов с серверами, заканчивая, он начинается, и заканчивается на том, на отношении, На банальном отношении Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании Адванс Роли Плей теряет ютуберов, и это, знаете ли, отнюдь не кликбейт, и, скорее всего, даже не громкий заголовок, как, возможно, вы могли подумать после первых моих нескольких слов, это в самом деле так Ну, посудите сами, изначально ушел митинг, потом там уходили еще какие-то промежуточные ютуберы, которых я особо не знаю, да и, в общем-то, не хочу знать, это абсолютно не важно А сейчас уходит Донкозор, и остается из таких самых важных, ну, кто там, я не знаю, Лаганидзе, если он еще снимает, разумеется, на Адвансе, и Малфой, паразит, кстати, смотрите обзор И, ну, как бы, все, и на этом Андрей Ринга, он теряет всех своих вот этих вот ютуберов Но поговорить я бы сегодня хотел не о том, что вот Адванс Роли Плей теряет ютуберов, хотя и об этом, разумеется, тоже мы все это затронем Но в целом, в целом, то есть мы не будем говорить про Донкозор или там про Митина, которые ушли Ну, то есть Митин это Карлик Вор Иллюминат, Донкозор это там, я не знаю вообще, ну, Донкозор и Донкозор, да Там Малфой, паразит остался и вот все-все-все вот эти вот, знаете ли, там какие-то еще мелкие, возможно, ютуберы есть Да и на этом, в общем-то, все Сегодня мы с вами поговорим в целом о GTA-самповских серверах и их отношении к ютуберам И почему вообще многие люди, они идут на Аризону Роли Плей Вот почему, казалось бы, человек снимает на Адванс Роли Плей и вроде бы деньги ему платят И вроде бы все у него там хорошо, и вроде бы все у него есть Но почему он так или иначе уходит на Аризону Роли Плей-то? В чем проблема? Что происходит-то вообще? Ну вот что? Вот вас никогда не волновал именно этот вопрос? Возможно, Адвансеров, возможно, еще каких-то людей Вот почему? Почему некоторые там, допустим, с Эвольвом могут уходить, да, или их там увольняют? Почему так происходит-то? И почему люди в конечном итоге все равно приходят либо там, я не знаю, на сам ПРП, либо на Адванс? Я вот не видел еще ни разу, чтобы с сам ПРП кого-то увольняли В самом деле, возможно, просто я не слышал Но в целом, вот то есть два таких, как я вижу, вообще, как я вижу Два таких вот самых надежных GTA-сампроекта для сотрудничества Это Аризона Роли Плей и сам ПРП Потому что я ни разу не видел, чтобы там сам ПРП вот кого-то увольнял Чтобы там чел записывал видеоролик, мол, ой, там сам ПРП меня игнорит По, я не знаю, по две недели не выплачивает мне зарплату и все прочее Или я не видел роликов, где, допустим, ту же самую Аризону Типа, ой, там Стас меня игнорит, Стас мне ничего не выплачивает Жесть, я не знаю, как мне дальше жить То есть такого не было И также не было, допустим, видеороликов, где, я не знаю, там чуваки такие Типа, все, мне не заплатила Аризона Роли Плей, я ухожу Такого тоже не было Почему такого не было? Да потому что отношение просто-напросто другое к ютуберам И даже у СамПРП, я удивлен, что у СамПРП на самом деле такое отношение, потому что если вспомнить их политику раньше, рекламную, то есть ее полнейшее отсутствие, то сейчас вообще вообразить то, что у них там вот стабильность вот такая вот, ну как-то уж извиняйте меня. А вот Адванс Ролеплей, который вообще уже давно ведет свою рекламную политику, так видимо ничего и не понял, как лично я понимаю, да мне скидывали, что там какие-то у них новое правило сотрудничества, что там что-то у них там стало получше и так далее и тому подобное, но не важно. Так вот, а дело все в том, в отношении, в том, как пиар-менеджер относится к ютуберам в целом, и именно поэтому вот допустим многие могут уходить там с Адванс Ролеплей или еще откуда-то, я говорю, что я не видел ни разу ни одного ролика, где человек бы записал такое видео, типа, блядь, меня игнорили долго там на Аризона Ролеплей, мне не выплачивали долго, я вообще не знаю как мне жить, или там я снимал на СамПРП, отснял все видеоролики, вот мне тоже типа не заплатили, меня проигнорили, все, я ухожу. То есть все обычно, вот по крайней мере, когда люди уходят с Аризона Ролеплей куда-то, то есть они во-первых сами уходят, их не увольняют, во-вторых, ну в самом деле, то есть даже с тем же бароном, когда он сказал, что вот там моя девушка остается снимать, ой, там стримить, снимать, все вот прочее вот это вот делать, он так и сказал, что типа ну на Аризоне сложно, поэтому мы сами уходим на СамПРП. СамПРП, или там допустим, когда тот же самый Сантиасало снимал на Аризоне, все у него было стабильно, и тут вот он говорит, что все хорошо, все классно, то есть Стас крутой чел, Стас крутой мужик, я сам это могу подтвердить, так и есть. Но вот я ухожу на Адванс Ролеплей, и до сих пор этого самого Сантиасало никто не видел, и вообще непонятно, что там с этим самым Сантиасало это и происходит, поэтому ну вот как-то вот так вот все это делается. И понимаете, вот Адванс Ролеплей его уже давно ебут за то, что блять, ну вот они игнорят, и даже Денк Азор вот сейчас уходит с Адванс Ролеплей, он говорит, что вот Андрей Ринга меня игнорит, вот меня там задерживают выплату и так далее. И все взаимоотношения у ютуберов с серверами, заканчивая, он начинается и заканчивается на том, на отношении, на банальном отношении. Вот поэтому, скорее всего, Аризона вот сейчас является топ одним проектом, потому что отношение, которое у пиар-менеджера, у директора, у Стаса, к своим вот этим подчиненным, к своим вот этим, я не знаю, ютуберам, ко всем прочим людям, оно значительно отличается от того, какое отношение на других проектах. То есть там на том же Адвансе, на том же Рабском Даймонде, на тех же вот прочих каких-то проектах, потому что вот так вот. Я вот вам говорю, что я могу выделить только два проекта, на которых более-менее такие условия, даже не более-менее, а замечательные условия сотрудничества, ты можешь туда прийти и быть уверенным в том, что завтра тебе не задержат выплату, что завтра тебе там все идет. Да, разумеется, задержки за все, сколько я там с Аризона сотрудничаю, два года, наверное, два года, и там уже идет к третьему году скоро все подойдет. И вот за все это время сотрудничества, пока мы все вот это вот делаем, задержка была, наверное, только, я не знаю, один, может быть, два раза, и то, меня обо всем этом предупредили. А Дэн Козор говорит, что, блядь, без предупреждения ему там не выплачивают вторую-третью неделю. И вот когда все задаются вопросом, мол, а вот почему, почему Аризона рулиплей там топ-1, а адванс рулиплей какой-нибудь там сосет? Почему? Многие говорят, типа, ну, обновления там, ну, еще что-то прочее. Да, в этом есть толк, потому что, ну, из-за обновлений действительно онлайн может либо повышаться, либо падать. Это в самом деле так. Но все забывают, что онлайн нынешних GTA Sam серверов, он весь содержится на ютуберах. И пока ютуберов не будет, пока к ним не будет человеческого нормального отношения, все будет именно вот так вот. Я не знаю, как там до сих пор этот Малфой терпит, потому что я более чем уверен, что его, скорее всего, игнори. Хотя, возможно, это, знаете ли, на Дэн Козор такая акция, только я в самом деле не знаю. Поэтому, ну, так все и получается. Что вот кому нормально относится на каких проектах, те проекты процветают, живут и так далее. А на кого забивают хуй, те проекты, ну, медленно-медленно, но сползают вниз по итогу. И вот, ну, как-то вот так все это и происходит. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Геймплей заснят на проекте Arizona Roleplay Server Phoenix. Заходите по IP-шнику в описании, регистрируйтесь и получайте все свои прочие вещи. Там же, в описании, есть ссылочка на мой телеканал-канал. Заходите туда, узнавайте все новости самым первым. А там также мои подкасты, возможно, выходят, возможно, что-то еще выходят. Не важно, абсолютно. Всем спасибо за просмотр. Увидимся завтра тут же в 20.00, либо немного позже, либо немного раньше. Я не знаю.